Рука у Натальи Волковой отнялась рано утром. Отлежала, подумала женщина. Ей в голову не пришло, что это инсульт. Когда растирания не помогли, муж все-таки вызвал скорую. Приехали, а я из машины не могу. Тянет под руки врачей, медсестры. Тащи-то я прямо упала. В общем, вся левая сторона отнялась. Инсульт – это нарушение кровообращения в головном мозге. Оно происходит от закупорки или разрыва сосудов. Недостаток кислорода и глюкозы приводит к смерти клеток мозга и нарушению двигательных функций речи или памяти. Инсульт случается мгновенно, поэтому часто и пострадавшие его окружения теряются, тогда как действовать нужно быстро. Есть такое понятие терапевтическое окно или терапевтический час. А это время составляет 4,5 часа. То есть при определенной форме инсульта, это ишемический инсульт, и при наличии показаний в эти 4,5 часа больному можно радикально помочь. Можно ввести препарат, который растворяет тромб. Главная задача мероприятия этого дня – объяснить людям, как диагностировать болезнь у близких. Улыбнись, помаши, поговори. Если человек не может выполнить одного из этих действий, нужно обращаться к врачам. Запомнить несложно. Человека с подозрением на инсульт нужно первое – попросить улыбнуться, второе – заговорить, и третье – поднять вверх обе руки. Если мозговое кровообращение нарушено, он не сможет этого сделать. И, возможно, в критической ситуации вы вспомните эти простые движения и вовремя наберете 0,3. Тогда шансов на спасение у человека будет гораздо больше. Практически каждый из нас находится в группе риска. Инсульт провоцирует повышенное артериальное давление, неправильное питание, курение, стресс, сахарный диабет, лишний вес. Риск возникновения инсульта снижает своевременная диагностика. Инесса Панченко, Дмитрий Мешканцов. События. Инесса Панченко, Дмитрий Мешканцов. Субтитры создавал DimaTorzok